Добрый день, господа студенты, слушатели! Мы продолжаем, я продолжаю рассказывать о Леонтьеве, как я сказал, о том единственном мыслителе России второй половины XIX века. Все знают уже его, вот вы уже знаете, я думаю, вот, а не знаете, напомню. Так вот, я хочу с самого начала процитировать Леонтьева. Зачем я процитирую? Затем, чтобы вы поняли, что он обладал каким-то странным таким, ну я скажу, пророческим даром. Он пророчествовал, не прогнозировал, как вы там еродой какой-нибудь занимались, а он каким-то образом, я не понимаю каким, он говорил, что будет. Он в тысячу, и вот у меня выписан здесь фрагмент, ну из книги его, естественно, «Восток, византизм, славянство, Россия» от книга. «Восток, Россия, славянство» так называется, страница 678-685, ну фрагмент. И вот, послушайте, я хочу вам процитировать пророчество, сделанное Леонтьевым перед смертью. Ну, в смысле, он просто умер, он сделал то, что он сделал, он сделал в 91-м году и умер. Ну, переписка с этим, с Леонтьевым, 22 письма, вы знаете, да, я сказал вам уже, переписка Леонтьева и Розенова. И вот в книге, это я опубликовал на следующее, вот послушайте. Вот этот фрагмент. Через этот 1891 год, через какие-нибудь полвека, не более, русский народ из народа богоносца, вы знаете, есть такой оборот, слышали его? Народ, мы народ богоносец, русский из народа богоносца, он народ, станет мало-помалу, и сам того не замечая, народом-богоборцем. Уловили, да? Народ богоносец, народ богоборец. И даже, скорее, всякого другого народа быть может, ибо действительно он способен во всем доходить до крайностей. И мы неожиданно лет через сто, то есть 1990, 91 год, лет через сто из наших государственных недр, сперва бессословных, сослои будут уничтожены, а потом без церковных или уже слабо церковных родим того самого Антихриста, о котором говорит епископ Феофан с другими духовными писателями. Конец цитаты. Я не слышу восторгов. То есть я не слышу... Вы поняли, что он сказал? Давай. Что он сказал? Что в 1991 году или 90-м, или 91-м, мы будем рождать Антихриста. Я вам скажу, этого никто не сделал во всей литературе. Это единственное вот такого рода... Конечно. То есть когда... Ну вот вы все знаете, что поляки католики, правильно? Все же знаете. Ну поляк католик. Так вот, ну вот русские православные, то есть это... Они отличаются от всех. От европейцев, европейцев, европейцев другая. Они как бы с самого начала у них были сомнением. А мы богоносцы. Ну без Бога никак нельзя. Как что-либо делать с Богом? Ну как тебе говорят, ты идешь, ну с Богом. Давай, иди на занятия с Богом. Или там, ну дело на дело какое-то. И вот даже... А он говорит, и вот он превратится во что? Борца, богоборец. Борьба с Богом. Будет, ну вот как герои Достоевского. Вот с ним начинают. Богоборца. Больше того, через сто лет в России не будет сословий. Никто не знал, что будет 17-й год и отменят. Никто же не знал. Ну коммунисты придут и сословия выкинут. И что объявят? Вы даже себе не представляете. Они объявят официальной гомосексуальную любовь из семьи. декретом. Вы не знали этого? Это все было сделано. Развод разрешат подкрытки. Хочешь развести, пишешь, куда там, вот были придуманы ЗАГСы, пишешь, я развожусь там с такой-то и такой-то, и бросаешь ее в почтовый ящик. Все, ты разведен. Это в России, в которой добиться развода было практически невозможно было дойти до, 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 до самого верха. И это очень сомнительно. То есть, женился, будь любезен, все. То есть, ну, брак был существующий. Вы что, правда не знаете этого? Ну, вообще известный факт, что... А? Я говорю, известный факт, что после 22-го года была там именно статья за множество, а потом пристали не вернули. И пара развода вроде бы тоже не было. Россия вот 18-й, 19-й, 20-й год это особая Россия. Вот все, что пишут ваши так называемые постмодернисты, туфта по сравнению с тем миром, который был вот в это время. 30-е годы это абсолютно другая Россия. Это Россия вот этих парадов, маршей, спортсмен, ну и так дальше. Абсолютно другая. И столица официально Москва становится когда? Она не была. Все города были равны. Ой, и много всего. Вообще, бросьте вы математику, займитесь изучением истории России. Ну как? Вам нравится такое? Ну вот, слушайте, у нас много чудес было, в том числе и вот это высказывание Леонтьева крайне замечательное. То есть, крайне интересное. Ну, у него есть еще другие тексты, в которых он говорит о союзе, ну там, о разных комбинациях в России. Каким образом это делается? Ну, он думал. Думать надо по каким-то меткам. И так вот. И так, я продолжаю то, что мы сделали на прошлом занятии. вы можете это услышать, это будет все вывешено, как вы понимаете, и поэтому нет проблем. То есть, никто вас не лишит этого. Теперь я хочу взять тему, Леонтьев, я повторяю, крайне оригинален, тему зла и добра. Значит, никакой универсальной этики нет, говорит Леонтьев, никакой надмирной этики бытия нет. Этика может возникнуть и в редких случаях только у человека и в те редкие моменты, когда совершенно ясно существуют границы между добром и злом. Скажите, вы можете ясно провести границы между добром и злом? Вам сказать, почему люди тоскуют? Вы знаете, что есть у людей такая штука, как тоска? А знаете, почему не тоскуют? Ну, почему люди тоскуют? Объясняю. Если говорить коротко, значит, внимание, господа, вот послушайте, как объясняет философия вот некоторые такого рода вещи. Не будет ни одного определения и будет все понятно. А философия делается это очень простым образом. почему люди тоскуют? Потому что добро субстанциально, а зло функционально. То бишь, где добро, там и зло. Зло существует, только если есть добро. Нет добра, зло подыхает. То есть, это как зло, как паразит, который существует на каком-то теле. Это тело, добро. Я понятно говорю. Так вот, но границы провести между ними нельзя. Почему? Границу провести можно между одной субстанцией и второй субстанцией, когда две субстанции, понимаете? А если ты проводишь границу между субстанцией и то, что субстанцией не является, ты ее не проведешь. тебе нужно чем-то пожертвовать. Значит, что ты делаешь? Ты отхватываешь кусок, скажу так, добра у добра и выбрасываешь его вместе с тем, что ты полагаешь злом. О чем ты тоскуешь? Философия говорит, об этом, вот этом добре, которым ты должен был пожертвовать. Все. Поэтому мы всегда тоскуем. Мы всегда это делаем. Поэтому русские так и говорят, не делай добра, не получишь зла. Это понятно? Ну, идем дальше. А если ты стираешь эту границу между добром и злом, то что ты делаешь? Убиваешь так называемое моральное или этическое начало. А Леонтьев, как вы поняли в прошлый раз, говорил о вторичном упрощении жизни людей. Вот на этом уровне вторичного упрощения не может быть никаких этических начал. А что возможно? Только эстетический взгляд на мир. Не этический, а эстетический. Почему? Потому что эстетика, она изначально строится на разрыве между внешним и внутренним. только связана с внешностью. Только с внешним. На эстетический взгляд это взгляд, который скользит по внешности. Все. Никаких соскальзываний в сторону какого-то внутреннего. Я понятно говорю? Это эстетический взгляд. Как нечто выглядит? Как ты выглядишь? Как что-то выглядит? Не более того. У греков греки придумали колокогатью. Они полагали, что если человек красивый, то и внутренне добрый. Если он внутренне добр, то он внешне красив. Понимаете? Выкинуто это все. Не соответствует. Может быть, урод, но добр, а может быть, красив. Как там? И тоже зол, скажем так. Не соответствует. Так вот. Итак, на этой стадии возложен только эстетический взгляд, говорит Леонтьев, на мир и на самого себя. Какой здесь предел? Если человек, бросая вот этот эстетический взгляд, если он и не горяч, и не холоден, то у него в принципе невозможно моральное начало. Какой человек? Никакой, мы говорим. Ты с кем дружишь? Да ничего как мы говорим? Ну, язык наш как говорит? А, ничего из себя не представляет. Не то и не это, не то, не сё. Ни рыба, ни мясо, ни это, не то. Я понятно говорю? Возможно здесь начало с точки зрения Леонтьева? Нет. Ничего здесь нет. так вот, здесь никакой, значит, вот в таких случаях только эстетическое начало, только эстетический взгляд. Рассказываю, однажды во время войны был момент, когда русские войска, а вы же знаете, что Леонтьев был батальонным лекарем, ну, с врачом, лечил солдат, раненых там и так дальше. Вот, и вот русские отступали из какого-то города, не знаю, он сидел на балконе гостиницы и пил кофе. Войска отступают, несутся, коляски, пушки там, ну, где-то и подходят, идут, а он сидит, пьет кофе, смотрят, снаряды рвутся, рядом с гостиницей, с балконом, бомбы, вот эти отступают, там, вот, им кричат, ты что сидишь, идут, все уже, сейчас зайду, там, отступают, вот. И вот, послушайте, Леонтьев пишет, и для него это был одним из самых счастливых моментов. Вот, я, он говорил так, что я сижу, все это рвется, там, а я пью кофе, и, и, и никуда не бегу, и, и мир прекрасен, и я прекрасен, и это было, и у него был эстетический взгляд на войну. Все взрывается, летят лохмотья, твои так твои, мои так мои, вот, сидит спокойно, смотрит на все. присут, цитата, присутствовать, безмолвно и философски созерцать, прекрасная страница жизни, не только из истории человечества, но и из истории моей собственной жизни. Бомбы летят, а я смотрю, конец цитата. У него описан довольно подробно вот этот весь фрагмент. Вот этим я хочу передать, вот, об отношении Леонтьева к эстетическому началу. Он полагал, что оно так же универсально, как и математика, как и физика, ну, такие науки, то есть, это почти... Мораль очень сложная штука, а эстетика нет, очень простая. Ну, и вот он практиковал. Больше того, он даже говорил так, однажды он сказал, цитата, «Мораль есть ресурс людей бездарных». Для того, чтобы на одном полюсе морали существовали Корделия из короля Лира Шекспира, на другом ее полюсе необходимо существование Катерины Львовны Измайловой из повести Лескова «Леди Макбет Мценского». А вы помните «Леди Макбет» из Мценского уезда? Что будет делать студент Мехмата, если столкнется с «Леди Макбет»? Она его в порошок сотрет, этого студента. Вы помните, что сделал? Вы знаете, да? Или нет? Я не понимаю просто. Ну, это школьный же, школьный рассказ. «Леди Макбет». Значит, непременно дома прочесть сегодня же небольшой рассказ Лескова «Леди Макбет». Она погубила человек пять или шесть. «Леди Макбет». Моя мужа из-за любовника, любовника, там середа идет. То есть это страшное дело. Так вот, Корделия честна и невинна страдает. Катерина Львовна Измайлова ради возлюбленного приказчика убивает мужа, потом отца мужа, потом племянника, потом саму себя. Вот сколько! Погубив одновременно еще и новую возлюбленную приказчика Сергея. «Давайте ее, Леди Макбет, сюда убеждает нас Леонтьев, но избавьте нас от бессилия, избавьте нас от сна, равнодушия, от пошлости и лавочной осторожности». Цитата. «Жанна Дарк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что это за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости? И что такое одно физиологическое существование наше?» Конец цитаты. «Человеку нужны полюса, необходимы напряжения. Человек распят между воображаемым и реальным. И тем-то человек выше других зверей, что он, как убеждает нас Леонтьев, находит удовольствие в борьбе и трудностях и приводит в пример отступление десяти тысяч ксенофанта, поход которого сам по себе прекрасен, говорит он. Хотя никаких, то есть люди погибли, а цели не достигнуты. Прекрасно. Ничего не достигнуто. Полоида вот этого десяти тысячного войска погибло великолепно, говорит Розанов. Ой, это черт, Леонтьев. Эстетическое отношение к действительности у Леонтьева не похоже на эстетическое отношение к миру у Чернышевского. Леонтьев призывал дать волю и добру, и злу, а не бороться со злом. Кто борется со злом, тот не оставляет места для добра. Отворяйте ворота, призывал Леонтьев в интеллигенцию девятнадцатого века. Зачем? Растопчут кого-нибудь в дверях, туда ему и дорога. Меня так меня, вас так вас. Конец цитаты. Ну, я имею... Это риск. Риск свалиться в пропасть. Рискнуть. Что он говорил? Не бойтесь рисковать. Византизм. Что такое византизм? Напомню. Ну, это... Это... Православие. Православие. Мы взяли православие. Ну, веру. У кого взяли ее? Чем мы отличаемся... Ну, первые наши уроки. Чем мы отличаемся от... Романо-германской культуры. Ну, там католики. Потом разделилось. Латинская патристика одно, греческая патристика другая. Ну, там идет Византия. Ушло в Византию. Православие. И сихазм. А католики это... Ну, я имею в виду Романо-германской культуры. Это культ слова. Бог-слово. Супер-слово. Все. Катафатика. Очень добрый. Очень умный. Очень чрезвычайный. И так дальше. Нет. Апофатика. То есть от греческой патристики. Я же, по-моему, даже вам говорил это. Или вы уже... Вам все равно. Вы уже ничего не помните. Вообще меня узнаете? Ну, ладно. Ладно. Хорошо. Ой, Господи. Свят свят свят. Так вот. В византизме нет преувеличенного понятия о земной личности. Он не любит людей. Византизм. Человек звучит гордо. Говорил кто? Максим Горький. Начитавшись Ницше. Человек звучит гордо. Так вот. Нет. Это не так. Византизм не ценит человека самого по себе. Но если он не ценит человека как индивида, то, может быть, он ценит соборность человека? Нет. Даже соборяне Лескова умирают лично, а не соборно. Мы умираем всегда лично, а не социально. Ну, в смысле, захватывая группы, коллективы и так дальше. То есть, что знает христианин, согласно Леонтьеву? Что на земле не было и не будет ни единства, ни довольства, ни равенства, ни свободы. Все это может быть только в другом мире, в который попадают не социально, а персонально. Леонтьев меняет привычные отношения полезности и красоты. В чем состоит привычка, идущая от греческой культуры? В том, что чем больше человек верит в полезное, тем меньше он верит в прекрасное само по себе. Для Эллина красивое – это полезное. Византизм в культуре полагает полезное полезным, но некрасивым. Прекрасное – прекрасным, но неполезным. И одновременно человек в византийском мышлении не мыслится сам по себе без семьи. Человек – это всегда какая-то семья. Это Леонтьев. Без семьи человека не бывает. Что в России? Семейное начало у нас, цитата, «у нас в России слабое», – говорит Леонтьев. Материя семьи, на его взгляд, всегда готова в России разбежаться при ослаблении церковных ус. Что церковь держала? Опустила – все рассыпалось. Сейчас одна из сложных вещей в смысле философии – это его первая работа, я вам сейчас расскажу. Это его первая работа, опубликованная у Леонтьева, называется «Грамотность и народность». Вот обратите внимание. Сейчас будут непривычные формулы, я думаю, для вас. Леонтьев – писатель. «Грамотность и народность» – это его первая философская статья, появившаяся в 1868 году. Как в ней рассуждает Леонтьев? Резко и конкретно. Но не в смысле Гегелевском. Все в России за просвещение, а Леонтьев – за народность. А что это значит? Почему? Потому что, когда говорят о всеобщем и обязательном образовании, то говорят еще и о том, что не является образованием. Народ просвещают, а он, просветившись, затем куда-то исчезает после этого просвещения. Куда? И так, куда-то образованные исчезают. А куда? Становятся массой… Иван, молодец. Становятся массой похожих друг на друга людей. Ведь что такое народ? Крестьяне. У каждого из них свое лицо. Даже ученые всегда, по большей части, это бывшие крестьяне. Что значит просветить? Что значит просветить крестьянина? Значит, вытолкнуть его из традиционной социальной ячейки, из деревни. Ну, его вытолкнули, и куда он исчез? В городе. Что хуже всего на свете? Город. Бросайте вы города, идите вы в деревню, Леонтьев. Город – это тупик в развитии цивилизации. Так вот в этом, говорит Леонтьев, состоит смысл эпохи просвещения. У них свет есть, а народа нет. Как будто свет науки идет, наука есть, а народа нет, народ исчезает. В том смысле, что если ты понимаешь, под народом крестьянин исчезает. Этот носитель, вот этой странной земной жизни. Что в России спасало народ от просвещения, Леонтьев? Ну, крепостничество. Оно держало вот эти узды. Да, это неприятно, это ужасно. А что делать? А что хорошо? Оно держало его народ вдали от города. Отпустили, куда побежали? В города. И возникло много городов. Город – это место, где пропадает всякая культура, особенно с прилагательным народная. появляется пустое место. В это пустое место непременно кто-то хочет занять. Какая у нас? Европейская. Будем, как в Европе, носить вот это, это, это и думать. Это что говорит, Леонтьев? Это будет говорить о том, что вы никогда не сможете мыслить по-русски. Что значит мыслить по-русски? Леонтьев. Перестать быть европейцем. Это 1868 год. 1868 год. То есть, что он говорит? Хотите думать сами? Перестаньте быть актерами. Перестаньте валять дурака. Европейцы. Вы такие же европейцы, как мы, не знаю, что-то еще. У них другая история, другая жизнь, и они думают так, как они думают. А вам, чтобы думать по-русски, нужно перестать быть европейцами. Вот, нужно выбить вот на этом фронтоне эти слова. Хотите думать по-русски, перестаньте быть европейцами. Так вот, грамотность, с его точки зрения, это не география, не арифметика. Дело не в том, говорит Леонтьев, чтобы весь народ знал четыре правила арифметики. Сами по себе они ничего людям не дают. Они для чего-то, для чего? Согласно Леонтьеву, для сознания своего национального своеобразия. Кто ты? А вот для сознания своего национального своеобразия что нужно? Нужно есть, нужно, нужно сохранить, не быть грамотой, а сохранить своеобразие. Иначе будет одна грамотность и не будет своеобразия. И тогда в России говорит Леонтьеву, не сформируется не сформируется великая нация. А будет так. Потребитель. То есть паразитирующая на достижениях какой-то другой нации. Итак, грамотность, ради грамотности, цитирую, следует в России из англо-французского воспитания образованной части общества. Что нужно сделать с образованной частью общества? Подождать, пока оно, по словам Леонтьева, созреет для того, чтобы осветить своеобразие народа. Или, что то же самое, когда все образованные в России сделаются славянофилами. Подождем. Уже прошло уже 150 лет. Когда все образованные сделаются славянофилами. Если они не сделаются славянофилами, то начнут вредить, послушайте, то есть вырывать корни русизма из народа. А если они вырвут народные корни, цитата, то уже тогда бесцветная вода всемирного сознания будет поливать не национальные всходы, а космополитические. И Россия будет столь же отличаться от других европейских государств, насколько, например, Голландия отличается от Бельгии. Конец цитаты. Национализм Леонтьева не понравился Соловьеву. Владимиру я имею в виду. Далее. Артель. Это я сейчас обсуждаю его статью «Грамотность и народность». Русское государство, считывает Леонтьева в статье «Грамотность и народность», не научилась искать спасения в чем-либо незападном. Вот отменили крепостничество. Возникла земельная община. Во общине, говорит Леонтьев, коммунизм существует де-факто, а не в виде идеала. Что это означает? то, что она стала отохранительной. От кого она, община, охраняет народ? Леонтьев, от капитализма. Община, говорит Леонтьев, предупреждает буйное развитие пролетариата, то есть вытолкнутого из общины и брошенного в город. Где собираются эти пролетарии? Там. Кто ими будет руководить? Средства массовой информации. Появится так называемый выдуманный Марксом этот пролетариат. Так вот, а что делает община? Тормозит. Она не отпускает от себя. Она старается община тем эффективнее, чем больше она сохранит привязанности человека к земле, людей. Земская община не выталкивает людей на волю в город, она вяжет и связывает их с землей. Он говорит, это неэффективно в смысле экономическом, но душеспасительно. Рассказ Леонтьева о двух стариках. Вот в этой статье он рассказывает о двух стариках, о болгарине и одном старообрядце. Вот, послушайте. Болгарин жил большой семьей. Все у него ели черный хлеб с луком. Он деньги копил, зарывая их в землю. У старообрядца семьи не было, он жил артелью. Артель от славянского глагола «ротитеся», то есть божиться, присягать, клясться. От него слово «рота». Слово «рота»? В армии служил кто-то? Вот пойдете в армию, это будет «рота». Это от «ротитеся», клятва, присяга. А в роте и артели общежитие подчиняется правилу «один за всех, все за одного». Старообрядец создал рыбацкую артель. К зиме он заработал большие деньги. Деньги он распределял так. Рассчитывался с рыбаками, отпускал тех, кто не хотел с ним оставаться, какие-то деньги давал своему брату, при этом брат жаловался, что ему мало помогают. Затем закупал на артель провизию, вино, и содержал на счет артели всю молодежь, которая оставалась с ним до весны без обязательной работы. Просто содержал. молодежь могла не работать до следующей весны, когда начиналась работа. С товарищами Старообрядец кутил и проживал все деньги. При этом он был строгим исполнителем церковного устава. В артели Леонтьев увидел национальный артель, национальное своеобразие русского народа. Леонтьев говорит, что он согласен с тем, что в России еще много безграмотных людей, много того, что зовут варварством. Цитата. И это, говорит Леонтьев, наше счастье, а не горе. Почему? Потому что они безграмотные, хранители народной физиономии. и рассказывают случай в Полтаве, описанный в «Верживых ведомостях» в газете. Что это за случай? Это все статья грамотности народности. В казначейство вошли, в казначейство в банк, в казначейство вошли крестьяне, муж и жена. У обоих полы отдувались от какой-то ноши. муж обратился к чиновнику с просьбой обменять кредитные билеты старого образца на новые. А сколько их, спросил чиновник? Ему ответили, не знаем. Ну, три, пять, десять рублей. Начнется реформа, набьете карманы и пойдете менять. Да нет, больше. Мы целый день считали, да не сосчитали. При этом показали кипы ассигнаций. Их задержали, сосчитали деньги, их оказалось 86 тысяч рублей. Спросили, откуда у вас деньги? Ответили, прадед складывал, дед складывал, мы складывали. А в конце беседы крестьяне спросили, а золото меняете? Красночестный ответ, меняем. А сколько его у вас? Две коробки. Жили эти крестьяне в простой хате и были неграмотны. Дом в деревне стоил в то время 100 рублей, лошадь 30 рублей, дом в городе от 500 рублей до 5000. Пришли они менять около 60 миллионов современных рублей. Какой вывод делает Леонтьев? Где знание, там нет веры, а где вера, там не нужно знания. Абзад. Ключевое слово артель. Ну вот когда говорят община, это раз, второе, артель, два. это вот все то, на что были надежды, расчеты и так далее, и то, что было уничтожено. Еще теперь вы узнаете о раскольнике спасового согласия. Я знаю, что вы не знаете. Итак, рассказ о раскольнике спасового согласия. Эстетизм Леонтьева выражен в рассказе о раскольнике спасового согласия. Спасовое согласие это беспоповское направление старобрядчества. Беспопов. Его приверженцы полагают, что в мире уже воцарился антихрист. В нем нет больше благодати, нет церкви, нет таинств, нет ни православных священников, ни монахов. За это их еще называют нетовцами. Ну, беспоповцы, без, ну, нет, нетовцами. Спастись человек может только через спасовую или Иисусову молитву. Я надеюсь, вы знаете. Через покаяние Богу наедине нетовцы ставят себя в ситуацию, в которой есть они и Бог, и больше между ними нет ничего. Им не на что больше надеяться. Вот в этой безнадежности стороннику спасового согласия остается надеяться на себя и на случай. В деревне Слободище Владимирской губернии, это статье он описывает, жил спасовец Михаил Куркин. Однажды ночью рассказывал он на суде, печаль его о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так велика, а в каком году современная интеллигентная публика ждет кризис сейчас? Вы не знаете? В каком? ну, можно так сказать. Что, ждете-то? На мехмате сидят и там ну вот. Значит, так вот, вот это чувство того, что все погибнут, было так велико и так очевидно, что он не мог проснуться и не мог заснуть. Он так переживал за человечество, за себя, за своего сына, ну, за все. Может быть, такое? Или у нас сейчас другая чувствительность? Да-да-да, вот это. Ну, слушайте дальше. Раскольник встал ночью, зажег свечи, помолился образу спаса нерукотворного о своем спасении и спасении своего семейства. И тут ему подумалось, что было бы хорошо спасти семилетнего сына от вечной гибели, ведь он еще мал и резв и подвержен искушениям. Спасти, то есть убить. С этой мыслью Культин вышел во двор, помолился на восход, прося у спаса знамения. Если после молитвы ему придет эта мысль в голову справа, то он принесет сына в жертву, если слева, то нет. Ибо, как он полагал, помысел с правой стороны есть мысль от ангела, а с левой стороны от дьявола. Культин превратил свою веру в Бога в рулетку. В рулетку. Что? При этом Након он поставил не свою жизнь, а жизнь другого, сына. Мысль справа и мысль слева – это были его мысли, ибо если в мире ничего нет, то тогда что есть зарождается в тебе. в тебе. Ты начало. Ты кладешь себя в основание. Ты начало, а не вне тебя. Помысел пришел к крестьянину с правой стороны. Он разб... Все. Все решено. Он разбудил сына, надел на него белую рубаху, полюбовался и убил. Вот в рассказе в настоящем там более подробное описание, это не для словонервных. То есть это удивительные вещи, удивительные. Вот во всех смысле. То есть я хочу, чтобы понималось вот эти вещи. Меняется чувствительность. у нас другая чувствительность, должен я заметить. Сегодня. Вы же жители городов, а у них трамвай бы не наехал, автобус бы не задавил. А там разберемся. Так вот, он разбудил сына и, в общем, короче говоря, полюбовался и убил. Авраам тоже хотел убить своего любимого сына Исаака, чтобы принести его в жертву Богу. Но он был не один в мире. Ему вернул сознание голос свыше. Ангел остановил его руку с ножом. А Куртину некому было возвращать сознание. Ангел не остановил его руку с ножом. Куртин в Остроге уморил себя голодом. Его судили. Но он сам убил себя. В Остроге, в тюрьме уморил голодом. Все, не ел. Просто убил себя. К ему пришло сознание, но очень поздно. Что он сделал? Так вот, что говорит Леонтьев? Невозможно быть человеком... Есть два варианта. Первый вариант. Уже эксперименты ставились когда? Еще в далекие времена, во времена стойков. Можно или нельзя быть человеком без Бога? Что говорит Леонтьев? Невозможно быть человеком без Бога. И очень трудно оставаться человеком без церкви, ибо без нее каждому из нас приходится быть титаном и держать как атлант небо на своих плечах. Куртин не выдержал вот этого и убил сына а затем себя. Зачем? Леонтьев высказал ту мысль, что человек никогда не совпадет с самим собой. Никогда. И у человеческого поступка всегда найдется такая внешняя сторона, которая не совпадает с внутренней. Мы всегда живем в мире, в которой внешняя сторона никогда не совпадет с внутренней. И как я говорил сегодня уже, и напомню вам, мы живем в мире социальном, в мире условностей. Что такое социализация? Это встраивание условных истин в сознание человека. Условная истина – это ложь. Ну или относительная истина – это ложь, ложная истина. Мы хотим абсолютной, но ее нет. Мы говорим, что она может быть сложиться из ложных истин, абсолютной истины, но это не так. эстетизм. закончилась часть. Вы понимаете, теперь, когда говорят эстетизм, это эстетический взгляд на мир, то есть вот этот взгляд без обращения, без связи с тем, что внутри, без отсылки к внутреннему. теперь о 22 письмах переписки Розанова и Леонтьева. Последний год, это год переписки, Розанов открыл Леонтьева, есть Леонтьев, пишет ему письмо, Леонтьев, слушай, как здорово, что ты есть, ты такой мыслитель, ты такой, ты самый гениальный человек в России, пишет ему, ну, начинается с этого, а он говорит, ты открыл меня как Америку, меня многие уже открыли, толку мало, ну, Леонтьев, Леонтьев был настолько оригинален, что все это публика, вроде Соловьев, там, или кто там еще, они не понимали, что с ним делать, или, или, его очень уважал Толстой, Леонтьева, вот Толстой, да, ну, Толстой, гений ее просто любил, ну, так вот, и вот, и они, и Леонтьев, и у них началась дружба, и она в этом же году закончилась, потому что Леонтьев в этом году умер, 91-й год, а издана переписка, вот, если вы не будете ленивы, а откроете, называется, 22 письма, переписка Розанова и Леонтьева, Розанов это русский гений, он написал книжку о понимании, ее читать невозможно, это туфта полная, это вот то же самое, это вот открываете гусор на любой странице и читаете то же самое, это читать невозможно, не было никакого, там нужен литературный талант, вот, чтобы все это изнажить, так вот, и он перестал это делать, и он стал делать то, что он делал, вот, если вы еще не прочли апокалипсис нашего времени, Розанова, прочтите, люди лунного света, прочтите, ну, Розанова я имею в виду, просто почитайте, он писатель, то есть, в смысле, это символ философии в России, в России философия литературно, ну, вот, чтобы, понимая, она возникала не в пределах философии, рассуждение об эстетике, значит, только по письму, по переписке, вот этой, последнего года, вот этих двух русских гениев, Розанова и Леонтьева, Леонтьев пишет в девятом письме Розанову, цитата, в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и искусстве, чем эстетику в жизни человеческой, конец цитаты, кто делает балкон, помните, пьет кофе, вот, кто это делает, Леонтьев, эстетика жизни, в жизни, не, 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 в живописи, не, в театре, не, не, не только, а, вот, люди, в составе, в составе той жизни, в которой люди живут. Большинство, следуя европейской традиции, связывают эстетику с наукой, с познанием. Эстетика, как наука, изучает отражение жизни в искусстве. Леонтьев отклоняет этот взгляд и соединяет эстетику с жизнью. Эстетика не наука, она ничего не отражает, она и есть сама жизнь. Что отсюда следует? Эстетика жизни дает законное право быть тому, чему было принято отказывать в существовании. Опасности, тяготы, жестокости, зло, несправедливости имеют право упорствовать в своем существовании. Скажите, а как вы думаете, а на ваш взгляд, вот, настанет момент, когда не будет несправедливости, когда не будет жестокости, когда не будет зла, или нет? Вот как вы думаете? Сразу же. Или нет? Я тоже так думаю. И Леонтьев на этом настаивает. Смотрите, что он как мысль выражает. Зло и несправедливость, жестокость имеют право упорствовать в своем существовании. И никто, они не скажут, не существуйте, пусть только доброе существует. Значит, мы тогда получим невиданное зло. Ну, когда мы начнем вот это делать. Это я понятно говорю или не очень? Ну вот. Не надо бороться. Ну да, мир таков. Потому что там, где ты стоишь, там, конечно, добро. Ну ты. А рядом тянутся вот эти нити, щупальцы зла. Понимаете? Но рядом. Рядом ты свет, рядом тьма. Можно вы так понимаете? Конечно. Каждый же ведует, ну я-то такой, ну, смотри, ни пакости не делаю, ничего не делаю. И так дальше. Так вот, не может быть так, чтобы добро было, а зла не было. Тому, кто любит сладкое, придется полюбить и горькое. Если человека заставить жить в мире, в котором есть только справедливость, а несправедливости нет, то он откажется от этой жизни, ибо это будет не жизнь, а игра дьявола с иллюзиями. Быть красивым не означает быть добрым, а быть добрым не означает быть истинным. Внешне Сократ был как сатир Марсий, ужасен, то есть он был диким козлоподобным существом. Да, а что? Но это не значит, что и внутренне он был как сатир. Внешне не определяется внутренним и наоборот. Царь, говорит Леонтьев, безнравственнее Акакия Акакевича, но красивее. Истина, добро и красота никак не связаны. Греки, изобретая принцип колокогатии, ошиблись. Почему они ошиблись? Потому что они отождествили бытие с истиной и оставили без бытия заблуждение. Цитата. «Не в том дело, – говорит Леонтьев, – чтобы не было нарушения законов и не было страданий, но в том, чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение законов происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица». Конец цитаты. Это понятно, когда он говорит? Какое поведение человека мыслится Леонтьевым как эстетически приемлемое? Леонтьев, он говорит так, «Если все безбожники, то ты верь в Бога. Если все верят в Бога, стань безбожником. Если везде распущенность, ты будь строг». И так дальше. Идея понятна. Что говорит Леонтьев? Он говорит, «Где страсть, там и сила. Где сила, там и насилие. Вы хотите мир без насилия? Но тогда вам придется жить в мире без мысли и без любви. Ибо и то, и другое требует человека страсти и сумасшествия». Ты согласна? Вы хотите гуманного государства? Но гуманными могут быть люди, а не государство. Свободное развитие личности возможно и при крепостничестве. Теория страданий высшего разбора Леонтьева – это не теория сверхчеловек, не ницше сверхчеловек, а у него страдания высшего разбора. Ты понимаешь, что ты делаешь и страдаешь. Или, что то же самое, страхом перед Богом. Страхом перед Богом. Что лучше, говорит Леонтьев, кровавая, но пышная эпоха Возрождения? Возрождение, там столько крови. До сих пор находят знаки вот этого кровопускания. Так вот, что лучше – кровавая, но пышная эпоха Возрождения или зажиточные, умеренные Дания, Голландия, Швейцария? Цитата из Леонтьева. Если я правильно передаю ему его, смотри. Цитата. «Одно столетнее величественное дерево дороже двух десятков безличных людей. И я, – рассуждает Леонтьев, – не срублю его, чтобы купить мужикам лекарства от холеры». Конец цитаты. «Купит! Конечно, купит!» – убеждает Нас Розанов. «Купит!» Это правда. Он свою жену содержал всю жизнь. Ну, будет честнее мы развелись, но он ее содержал, потому что она была безумной, и он нес на себе все это. Ну, так вот, убеждал Нас Розанов, потому что он, Леонтьев, в личной жизни альтруист и долг отдаст, хотя Тургеневу так и не отдал 200 рублей серебром. Не успел, умер. Прекрасная цель жизни, пишет Леонтьев, ибо оно существует не для чего-то, а само по себе и для себя. Из эстетизма Леонтьева следует его и его концепт человека. Человек определяет не кровь, не почва, а форма. Откуда же человек берет форму? Из галлюциноза. Что это? Это внутренний мир, связанный с твоих идей, мыслей. То, о чем ты думаешь, то, чем ты живешь, жил, то, что получилось или не получилось. Но к чему ты имеешь? Каждый из нас тянет свой этот небо, свой этот галлюциноз, заказ. И человечество также его тащит. И вот мы сейчас поняли, что мы тащили много тысяч лет, какую-то ерунду вытащили. И вот сейчас встает вопрос, Господи, а как жить дальше? Что тащить? И куда мы тащим? И я хотел бы сейчас, чтобы вы послушали вот один фрагмент, он подозревается «Розовое христианство». И на этом я закончу. И на этом я закончу. Слышал из вас кто-нибудь, что такое «Розовое христианство»? «Розовое христианство». В чем состоит различие между Достоевским и Леонтьевым? Достоевский мечтает о царстве Божием на земле. «Я верю», – говорит Достоевский в пушкинской речи, – «будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить внести примирение в европейские противоречия, уже окончательно указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей из реч окончательное слово великой общей гармонии братского согласия всех племен по Христову и Евангельскому закону». Конец цитаты. Вы что, не поняли? Так, честно? Честно? Не поняли? Послушайте. Он говорит… Послушайте. Я верю, что русские потом когда-то внесут примирение, обязательно, окончательно примирение в европейские противоречия. А чего ты перестал к Европе? Ты у себя разберись. Мы предназначены для того, чтобы удовлетворить их противоречия, внести согласие, дать им мир, успокоить их. Он не скажет «Европа – враг России». Кто это сказал? Данилевский. Кто это сказал? Леонтьев. Они назовут Достоевского «розовым христианином». У него розовое христианство. Ну, мы живем… У нас… Мы нищие, бедные. У нас души много. Мы дадим им… У них души нет. Мы им дадим душу. Вы живете не для математики. Вы растите в себе свои души. Вы великодушны. И ваши души нужно вот там куда-то, туда, где их не хватает, туда их дать. Все. Вы согласны? Да нет, конечно. Да нет, да пусть сами как-нибудь постараются, если им надо. Или иначе вы как-то мыслите себе. И вообще оставьте их в покое. Пусть они сами с собой разберутся. Ну вот. Так вот, вот эти его слова о том, что мы можем изречь окончательное слово великой, общей, братского согласия всех племен по Христову, там, Завету. И, он, была речь публичной. Боже, русские бесновались, кричали ура, скоро перемирие, будем брататься с немцами, французами. И даже проклятыми англичанами, со всеми, со всеми там. Все плакали, зал, народ, вот слушатели, плакали, рыдали, обнимали его, и так дальше. Вы кто-нибудь читал вот эту пушкинскую речь Достоевского? Господа, это изъян в вашем образовании. Мы его сейчас чуть-чуть компенсируем. Нельзя, так нельзя. Это надо. Ну, чтобы понимать, где ты живешь и как ты живешь. Что тебе ждать, чего не ждать. Ну, а как? Это неправильно. Ну, так вот, все стали клясться друг другу в любви. Тургенев плакал. Анненков неистовствовал, бил кулаком по столу или сапогом, я не знаю. И вот среди этого всеобщего восторга и торжества раздается негодующий голос Леонтьева. Что это вы, батенька, ахинею тут разводите? Понятно? Рай на земле хотите построить? Мы же христиане, но ведь сказано, мир во грехе лежит. Леонтьев не верит в царство Божие на земле. Обращаясь к Достоевскому, он пишет, «Какое царство? Где вы об этом слышали? Где же в Евангелии написано? В Евангелии написано, земля погибнет, вот что будет, и никакого всечеловека не будет, а вы розовые идеи всечеловечества строите». Что сказано в Евангелии? Все. Не туда идете, и не туда пришли. В речи о Пушкине 1880 года Достоевский в цыгане Олега увидел русский дух. Ну, может быть, такое? В цыгане увидеть русский дух. Ну, как вы, вот вы как думаете? Ну, вряд ли. Ну, как-то не очень на то похоже. А он увидел. Цитата. Русскому скитальцу, говорит Достоевский, необходимо иметь именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится. Мы с вами дешевле не примиримся, пока самый последний человек на земле не будет жить счастливо. Вы, вас беспокоит тяга этой жизни в Занзибаре, там, шторм на, на, в Доминиканской республике. Ну, не надо выдумывать. Почему дух, как сказать, цыгана, цыган, как правильно по-русски говорить? Цыган. Цыган? Цыган? Цыгана? Почему дух цыгана Достоевский назвал русским, а не цыганским? Разве русские такие же скитальцы, как цыгане? Если даже мы скитальцы, то на какой манер? Мы шли к Богу, а пришли к Тихому океану. Или мы ищем у цыган свои идеалы, решение своих мировых проблем. Могла ли такая же мысль прийти в голову Байрону? Нет, говорит Леонтьев. Он что, обеспокоен цыганами? Нет. Она могла прийти в голову только Достоевскому. Выходит так, что вчера мы верили в свободную волю цыган, сегодня уже верим в немецкий социализм, завтра будем верить во французское всемирное счастье. Послушайте, а вы когда-нибудь русскими бываете? А когда вы русские? Вы все время чьи-то. Вы понимаете поляка, вы понимаете чеха, вы понимаете биофак, а вы когда-нибудь математики? Народ к цыганам не побежит, рассуждает Леонтьев. Ему пахать надо. Кто к ним побежит? Оторванная от народа интеллигенция, и это знает Достоевский. Народ не мечтает о счастье немцев в Германии. Об этом осталось последнее. Итак, мы обсуждаем розовое христианство. Итак, я сказал, что пахать надо. Народ, Леонтьев рассуждает, ему пахать надо. Кто к ним, к цыганам побежит? Может быть побежит оторванная от народа, пишет Леонтьев, оторванная от народа интеллигенция? Но Достоевский знает, что она не побежит. Он знает, что народ не мечтает о счастье немцев в Германии. Об этом мечтает только интеллигенция, которая читает лекции, служит мирно в чиновниках, работает в банках, получает жалования, играет в преферанс и стреляется на дуэлях. Она теперь хочет бежать не к цыганам, ибо там вши и грязь. Она больше всего хочет в Европу. Таково наше время, говорит Достоевский. Подождем, пока интеллигент не стукнется лбом в запертую дверь. Европы да не поймет, что нужно выходить на спасительную дорогу общения с народом. Это Леонтьев. Ни у кого нет всемирной отзывчивости, как у русских, полагает Достоевский. Это главнейшая особенность нашей цивилизации, думает он. Но если это так, возражает Леонтьев, если мы пластичны и с немцами, мы вовсе не русские, а немцы, если с англичанами, мы англичане, то какие же мы с самими собой? Когда мы русские? Когда мы христиане? И далее. Христианинам быть трудно, говорит Леонтьев, имея в виду слова Христа в первой главе Евангелия от Иоанна. Сим сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Почему не в мире мир, а в нем? Потому что для христианина никакого мира вне Бога нет. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, конец того, говорит Христос. Вот я вот эти цитаты привел ее для того, чтобы передать. Вот этот странный разговор, небольшую полемику, это была полемика между Достоевским и Леонтьевым. Он также относился жестко, он Леонтьев, и к Толстому. Он тоже его называл розовым христианином. Вот у вас велика вот эта идея, Господи, ну пройди по Москве, посмотри, и ты ужаснешься. Ну, и ты увидишь, как много нужно работать. Господа, вот считаем, что в этом сезоне я закончил, а в следующем мы продолжим. Еще много чего есть, вещей интересного. Вопросы есть ко мне? Спасибо большое. Значит, спасибо большое. Вот мы закончили цикл, я рассказал, я закончил вот это наше путешествие по галлюцинозу русского сознания. Мы увидели Розанова и Леонтьева в их переписке, мы увидели много русскую литературу, говорили о Соловьеве, о Данилевском, а я даже вам рассказывал о Добрыне Никитиче. То есть мы даже заглянули туда, то есть мы пробежали много чего, и я надеюсь, дай Бог, чтобы у нас осталось впечатление от того невода, от того галлюциноза, которого мы тянем за собой. Удачи нам! Спасибо всего! Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова